Для одних облегчение, для других же еще одна головная боль на дорогах. Водители сетуют, что владельцы альтернативного вида транспорта частенько нарушают правила дорожного движения. Электросамокат на сегодняшний день уже не редкость. Правда, пока привлечь к ответственности нарушителей на самокатах задача не из легких. Стражи правопорядка уже разрабатывают пакет предложений и поправок в действующие правила дорожного движения. Эти кадры запечатлели водители. Все они жалуются на повышенную опасность на дорогах. А все из-за того, что владельцы электросамокатов и других альтернативных видов транспорта так и норовят выехать поперек проезжей части и проскочить в потоке автомобилей. Они непредсказуемы, понимаете? Они непредсказуемы. Вот почему. Они не соблюдают правила? Нет, абсолютно не соблюдают. Он может выскочить, он может перевернуться, а потом мы будем виноваты. В нормальных условиях для велосипедистов и для других должна быть отдельная полоса движения. Но этому никогда не бывать. Почему? Потому что проезжая часть узкая. Чтобы не тратить драгоценные часы, простаивая в пробках, этот молодой человек отказался от привычного авто и приобрел электрический самокат. Он говорит, что у него достаточно опыта вождения, чтобы лавировать в потоке машин на самокате. Не надо стоять в пробках экологично, быстро, удобно, надежно. Условий, конечно, не особо есть. Ну вот по Штефану можно еще кататься. Сделано тротуары, но съездов никаких нет. Вот это неудобно. Не продумали. А про другие районы вообще молчу. Поэтому чаще всего приходится выходить на дорогу, конечно. Молодой человек призывает всех владельцев альтернативного транспорта обзавестись светоотражающей экипировкой и позаботиться о своей безопасности. Но лучше всего, по словам Александра, ездить по тротуарам. Мы попытались разузнать у вице-мэра Виктора Керонда, есть ли у муниципалитета предложение на этот счет и как можно дисциплинировать участников дорожного движения. Но Виктор Керонда заявил, что этим должна заниматься полиция. Представители Национального инспектора общественной безопасности нам заявили, что в ближайшее время будут предложены поправки в действующие правила дорожного движения. Детальное описание, ведение некоторых условий, как они должны передвигаться, все, что касается технических характеристик этих самокатов, есть и те, которые развивают скорость до 50 км в час. Поэтому необходимо обозначить некоторые условия, возраст водителя, опыт, знание правил дорожного движения. До тех пор, по словам стража правопорядка, лица, управляющие альтернативными видами транспорта, могут руководствоваться правилами для велосипедистов. Около месяца назад в столице даже появилась услуга аренды электросамокатов. Если в первые две недели они пользовались особым спросом, то с приходом холодов за самокатами кишиневцы не спешат. За все время у нас было 300 заказчиков. 70% из них – мужчины. У нас 800 единовременных пользователей. Это означает, что 800 человек зарегистрировались на нашей платформе. Весной мы продолжим услугу. Возможно, расширим наш парк самокатов. На церемонии запуска услуги аренды альтернативного транспорта для кишиневцев присутствовал и мэр столицы Ион Чебан. Городоначальник обещал, что в Кишиневе будут обустроены специальные дорожки для самокатов, но когда они появятся, пока неизвестно.